Буду продолжать свою тему, у нас еще есть время. Тема моей проповеди – секрет вечной здоровой жизни, психический аспект, аспект душа. В прошлый раз я говорил и затрагивал физические, телесные компоненты. Сегодня я буду говорить о том, что касается души человека. И вы знаете, больше чем Евангелие, нет другой такой книги, которая бы говорила о вечной жизни. И при том Евангелие говорит это с такой уверенностью, в Евангелии нет никакого сомнения о том, что мы унаследовали или что Бог желает для нас. Если в Ветхом Завете об этом практически ничего не говорится, то Новый Завет, слова Иисуса Христа, она буквально вот так, буквально пестрит, буквально преисполнена о том, что вечная жизнь, из ваших чресел потекут реки воды живой. Эта река просто поведет вас к вечной жизни, эти заповеди поведут вас к вечной жизни, эти слова поведут вас к вечной жизни. Я буквально в двух словах напомню, о чем говорилось в прошлой проповеди. И вы знаете, на самом деле, наше тело – это всего лишь тень будущих благ. То есть Бог дал нам этот храм, наше тело названо по Библии «Храм Бога Живого», в котором живет Дух Божий. И этот храм дал нам как некая ответственность, за которую мы потом будем давать отчет. Тело, оно будет говорить о том, как я использовал его, как я его на самом деле применял, для Божьей ли это слава пошло, или наоборот для каких-то плохих дел, или для прославления дьявола. И мы говорили о том, что очень важно для тела, как поддерживать свой храм, чем питаться, о том, что движение очень важно, что наше тело устроено как насос, как такая помпа определенная, что сердце работает как насос, лимфатическая нервная система, даже мышцы, мускулы и так далее и тому подобное, все работает как насос, и нам очень важно двигаться. Но я хочу сказать, это только прообразы, это прообразы того, что мы потом уже можем на самом деле увидеть, то, что должно повториться на уровне души, и потом должно повториться на уровне духа. И можно так сказать, что на уровне тела мы просто учимся, мы обучаемся, что на самом деле необходимо применять нам на уровне души, и еще что важнее, на уровне духа. Что касается основного принципа, который в прошлый раз затрагивал, это питание Принцип очень простой Если мы кушаем чистую пищу, эта пища нас очищает Если мы кушаем что-то калорийное, питательное, эта пища нас питает Если мы съедим что-то такое разваленное, это сделает нас разваленными Основной принцип, который прозвучал, о том, что человек по своей физической структуре есть то, что он ест, то, что он потребляет Удивительная вещь, все это повторяется на душевном уровне, на психическом уровне Я думаю, что это будет еще более интересно сегодня И я хочу сказать, что я вас веду к тому, что будет еще более интересно, что касается духовных каких-то вещей Потому что там все это опять же повторится, но только это повторится уже на каком-то самом невероятном уровне И то, что реально дает вечную жизнь Кто из вас верит в то, что будет жить вечно? Слава Богу, я среди верующих попал Потому что Библия нам рекомендует, вы знаете, на самом деле, держаться верующих И на самом деле избегать неверующих людей, которые не во всех вера написана Даже Иисус Христос, он когда входил в горницу для того, чтобы воскресить, помните, да, вот эту девицу Он взял с собой только троих, которые Библия называет суть верующих То есть у них была вера, сильная вера, вера, которая может горы просто передвигать Это был Петр, это был Яков, это был Иоанн А других просто не пустил, потому что в них были еще колебания, в них были еще какие-то сомнения Ему нужен был аккумулятор, да, то, что аккумулирует нашу веру Представляете, даже Богу нужны какие-то сосуды, через которые просто сила эта будет увеличиваться Бог ищет себе сосуды веры Как врач, я могу сегодня вам привести такую статистику, которая, в принципе, уже даже устарела По устаревшей статистике, более 90% всех заболеваний на сегодняшний день отнесены к психосоматике По более современным данным уже 96%, то есть осталось 4% И можете себе представить, 96% всех заболеваний относятся к психосоматике Что это за термин такой, да, психосоматика? Ну, два слова, на самом деле, психос, душа и соматикос, ну, телесное То есть заболевания возникают в человеке вследствие каких-то психических травм Вследствие какого-то перенесенного шока в детстве или там во время рождения Вследствие утраты близкого человека, вследствие апатии, вследствие какой-то депрессии и так далее и тому подобное Формируется какое-то заболевание Оставшиеся 4% сюда входят какие-то травмы, последствия каких-то катастроф, падений, ожоги, пожары и так далее и тому подобное Я хочу сказать о том, что я уверен, что когда мы придем на небо и там знания упразднятся И мы узнаем, что вот эти оставшиеся 4% они тоже не случайны Что травмы они тоже не случайны, что катастрофы они тоже не случайны Что это тоже последствия каких-то грехов, какого-то проклятия Какой-то человек был проведен через смирение Бог его конкретно сокрушал, да У апостола Павла тоже были какие-то опленые такие недуги, о которых и Библия говорит И он говорил о том, что я имею в себе жало, жало во плоти, чтобы не произносилось чрезвычайностью откровения своих К чему я сегодня говорю? Вы знаете, нам очень важно сегодня уяснить о том, что на самом деле все болезни, они закономерны Они из чего-то вытекают И мы что-то можем с этим делать Самая лучшая терапия это не допустить болезнь Если это на сегодняшний день пока еще возможно Мудрые люди говорят, умный человек, он выкрутится как-то, выберется А мудрый человек, он в эту ситуацию даже и не попадет В древнем Китае говорят о том, что лучше заболевание предупредить, нежели его лечить Самое лучшее искусство То, что буквально вот так сокрыто в этой древней цивилизации Это поддержание порядка на самом высоком уровне, а не наведение оного То есть не наводить порядок постоянно о том, что неделю не убирался, потом раз, ну ладно, в субботу встану, все уберу Хотя на самом деле написано, не нарушай субботы И там раз, всю субботу, вместо того, чтобы поклоняться Богу, что-то в какой-то суете Лучше поддерживать порядок В нашей семье, мы, например, к этому давно уже пришли, к этому убеждению о том, что намного легче поддерживать В любом, это может быть бизнес, это может быть учеба Гораздо лучше поддерживать свои знания или какой-то порядок Чем потом на самом деле просто что-то запустить и потом опять наводить Или в какой-то степени врач это такая специальность, когда тебе до конца жизни надо чему-то учиться И есть такой принцип Если ты не прогрессируешь, то что ты делаешь? Ты деградируешь Я считаю, что это принцип любого человека Любой человек, и христиан это, я считаю, что в первую очередь касается Если христиане не растут, они начинают просто деградировать Они опять становятся маленькими младенцами, плотскими Начинают капризничать, привлекать себе внимание Но лучше расти, аминь, лучше не запускать себя И мы сегодня будем продолжать В прошлый раз я коснулся темы, и на этой неделе были какие-то встречи И мне так просто, в принципе, люди говорят о том, что О чем ты вообще говоришь? Где уже эту натуральную продукцию можно найти? Где уже можно найти что-то настоящее? Даже здесь, в Болгарии, ну все И вот так вот, и начинается какой-то негатив О том, что все отравлено, везде какие-то нитраты Удобрения там везде кладут В мясе уже антибиотики О чем можно говорить? Ну, я говорю, ну, по крайней мере, хотя бы старайтесь Я же говорил о том, что Ну, просто лучше всего, конечно, самому быть производителем И самому выращивать И самому окучивать Самому срывать И тогда уже ты наверняка знаешь, что это натурально В Болгарии, кстати, стоит на первом месте по количеству минеральных источников То есть тут, здесь можно в Болгарии найти любой источник от любого заболевания Ну, я могу так сказать Например, опорно-двигательный аппарат Ну, туда поехали Там По морю, например, да Там Солевые ванны Там просто полежал немножко Эта вода, на самом деле, она снимает какие-то суставные боли Кожные заболевания Там шабла, да Поехал, там медный источник льется Какое заболевание не скажи Здесь, на этой земле Благословенная земля Я считаю, что Болгария Даже если все отравлено Да, ну, просто у нас и у верующих есть хорошее утешение Какое это утешение? Оно написано в Евангелии от Марка в 16 главе Верующих же будет сопровождать все знамения Даже если что, смертоносное выпьют Не повредит им Ну, это, вы знаете, на самом деле Это так Но мы же не ищем отравы специально, правильно? Мы же не идем Ну, вот, да Купил какой-то откровенный яд И помолился, и говорит Ну, и хорошо Бог же так защитил меня Буду отравы кушать Очень хороший пример Это в Америке До сих пор есть одна церковь Которая уже практически не функционирует Где, я не знаю Называть ли их христианами Ну, ладно Просто вот, на самом деле, поверь Есть одни христиане Которые так практикуют У них служение примерно проходит так Они приносят на служение змей Настоящих, ядовитых змей И пастырь выходит на сцену С такой огромной змеей Проповедует с этой змеей Потом на шею ее накручивают И потом в конце проповеди Он позволяет этой змеи себя укусить И перед этим он молится И говорит Ничто смертоносно мне не повредит И вот, смотрите И раз И себе, короче Вот эту змею Короче, на руку Она его кусает И с ним ничего не происходит И все Ура, аллилуйя, слава Богу Я думаю, что это проходило До какой-то степени Пока Бог Вот пока мог еще Покрывать вот это На самом деле, я считаю Что это беззаконие Это Не искушайте Господа Бога Написано И просто вот Ну, искушали, искушали, искушали Один умер Скончался От отравления Потому что действительно Я сработал Скончался в реанимации Через какое-то время Еще один служитель Скончался И в конечном итоге Пастор вышел очередной раз Укусил себя змеей И скончался И это служение Оно закрылось Ну, в том плане Что и по сей день Оно там Где-то попытки какие-то делаются Но люди уже на это не реагируют Почему? Потому что Ну, я считаю Что это Ну, чаша, да Господня Божьего долготерпения Конечно, Бог нас долготерпит Но Он не за то Что мы им питались Какой-то отравой Аминь или не аминь Бог желает о том Что на самом деле Просто вот По крайней мере Стараться О том Что вот Да, Господи Вот я купил Натуральный продукт В нем нет химии Я там посмотрел Что что-то натуральное там есть Я еще за это помолюсь Это будет благословенная пища Ну, я сегодня говорю о том Что мы сегодня подошли к тому Что это всего лишь прообраз То, что мы можем контролировать На самом деле То, что мы можем делать Выбор Каждодневный Очень хорошо срабатывает На уровне души Потому что Я хочу сказать Что на уровне души Все то же самое И вот сегодня мы как раз Об этом поговорим Давайте мы Откроем одно место Которое говорит О психосоматике И это место Оно было известно За тысячи лет Еще до этого дня И я думаю Я думаю, что большинство Из вас Это место знают наизусть И оно написано В книге притчи Притчи Соломона 18 глава Только 1,22 стих И здесь написано И здесь написано так Смерть и жизнь Во власти языка и любящие его вкусят от плодов его. От каких плодов? От плодов своего языка. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Второе место, которое я хочу открыть, глава немножко назад, 17 глава притчи Соломона, и также, как это неудивительно, 22 стих, только один стих, немножко разъясняет, что это значит. 22 стих в 17 главе говорит, «Веселое сердце благотворно, аминь или не аминь, как врачество». Врачество не осуждается по Библии. Врач – это хорошая профессия. Новый Завет говорит апостол Павел, «Вот возлюбленный врач наш Лука». Хотя, вы знаете, само слово, само понятие «врач», оно немножко такое, знаете, если узнать его понятие, может показаться немножко странным, потому что врач буквально – это тот, кто врет. «Врач» от слова «врать». Врач от слова «врать». Ну, это не то, что он врет, а он… Раньше древние врачи, они заговаривали болезнь, они говорили против болезни. Они, ну, так же, как и мы сегодня, они приходили к больному на дом, и они начинали говорить. Они начинали продолжать хорошее исповедание о том, что все будет хорошо, болезнь уйдет, если ты встанешь на мою сторону, если ты поверишь, и мы вместе предпримем какие-то действия, болезни уйдет. И это работало. Их называли врачами. Те, кто заговаривали болезнь. Ну, кроме того, что они заговаривали, они еще принимали какие-то меры. Веселое сердце благотворно, как врачество, поэтому я стараюсь быть, да, на самом деле, то есть, чтобы в проповедях были какие-то примеры. Ну, вы знаете, мне даже не надо что-то придумать, да, или там как-то вас смешить. Я же не клоун, правильно? Жизнь, она сама по себе очень курьезна. Я хочу сказать о том, что наш Бог, он не без юмора. У него тоже очень хорошее чувство юмора. И кто знает хорошо Бога, тот прекрасно знает о том, что Бог тоже умеет смеяться. И поэтому мне не надо, знаете, вот Новый Завет осуждает, да не будет среди вас смехотворства. Что значит смехотворство? Это смех ради смеха. Это просто вот так, ну, кто-то, ну, клоун выходит, начинает смешить людей, и все смеются только, чтобы похохотать. Ну, это грех, реально, да. Я не для этого хожу. Ну, когда мы приводим или говорим о каких-то свидетельствах, вы знаете, на самом деле, возникают всякие такие курьезные ситуации в Боге, да, и бывает иногда весело, да, радостно. И в основном наш Бог, Он радостный, поэтому есть заповедь такая, радуйтесь, и еще говорю, что? Радуйтесь. Аминь, да? Радоваться – это не грех. Улыбаться тоже – это не грех. Аминь или не аминь. Веселое сердце благотворно. Что значит благотворно? Оно творит благо. Веселое сердце, оно творит благо. Как врачество. А унылый дух, что делает? А унылый дух сушит кости. Я вот вам расшифрую, что такое сушит кости. Сушит кости. Унылый дух, то есть дух унылости, дух апатии, дух депрессии, дух негативомышленнее. Когда человек думает только о плохом, когда он видит только одно негативное, вот этот дух, когда он говорит, он сушит кости, то есть отсюда вытекает психосоматическое заболевание. Что значит сушит кости? Кости буквально высыхают. Развивается ревматоидный артрит, развивается деформирующий остеоартроз, развивается подагра, развивается болезнь Бехтерева, развивается остеохондроз, сколиоз, кифосколиоз. Я могу, как врач, говорить очень долго, бесконечно о всех болезнях опорно-двигательного аппарата. Вы должны глубоко осознать о том, что если у меня где-то суставчик там что-то болит, это не только следствие того, что я в Варне живу, потому что в Варне болезни опорно-двигательного аппарата, особенно ревматоидный артрит, очень распространено на заболевании, потому что здесь морской климат. Но не только потому, что здесь морской климат, потому что здесь все еще есть унылый дух. И это точно. Очень высокий депрессивный фон. И нам, как верующим, надо что-то с этим делать, потому что мы, как церковь, имеем такую власть. Аминь или не аминь? Скажи аминь, потому что это правда, потому что церковь влияет на город, церковь влияет на политику, церковь призвана влиять на царя, церковь призвана влиять на целое государство, на целые континенты. Если есть вера, мы можем даже горы передвигать. И сейчас я говорил о психосоматике. Оказывается, да? На самом деле. Если только говорить что-то, если не задумываться о том, что ты говоришь, то приходит какая-то болезнь. Но вы знаете, давайте мы все вместе откроем притча. Книга-притч, опять же, та же самая книга, четвертая глава. Откуда все это вытекает? С 21 стиха. И это отслеживается и в Ветхом Завете, и в Старом Завете, и в Новом Завете. Притча Соломона, четвертая глава, с 21 стиха. Давайте мы прочитаем, что здесь Соломон пишет. Мудрейший из всех людей на земле. Да не отходят они от глаз Твоих. Эти слова, Божьи слова, заповеди Божьи, мудрость, знания. Храни их внутри сердца Твое, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Смотрите, слова, мудрость сокрытая Библией, знания сокрытые Библией, заповеди сокрытые Библией, которые мы призваны исполнять, они жизнь, скажи жизнь. То есть, если я исполняю заповеди, это мне что-то дает, это не просто так. Я к чему-то прилипляюсь, я с чем-то сливаюсь, я с кем-то отождествляюсь. И 23 стих, мощный стих. Больше всего храни, Мого храни сердце Твое, потому что из Него, что из Него? Из Него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза Твои пусть прямо смотрят, и ресницы Твои да направлено будут прямо пред Тобой. Обдумай стезю ноги Твоей, и все пути Твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу Твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые, что они? Они испорчены. Он же прямыми сделает пути Твои, и шествие Твои в мире устроит. Кто Он? Господь устраивает наши стези, Он выпрямляет пути наши. Когда мы чего-то держимся, когда мы стараемся тщательно исполнять Его Слово, заповедь Его, Бог постепенно начинает наши кривые пути, Он начинает постепенно, что? Он начинает их выпрямлять. Вы знаете, Бог нас чему-то ведет. Я хочу сегодня говорить о потоках. Вот сегодня, грубо говоря, мы не сговаривались, так Бог Святой делает. Очень много пели о реке, о том, что река течет, река благодати. Я верю в то, что и сегодня от престола благодати течет река вечной жизни. Вот так написано, да? Ну, если так написано, то так оно и есть, потому что я верующий, я верю всему тому, что написано в Библии. Я верю всему тому, что говорит Иисус Христос, даже не на сто, а на тысячи процентов. То, что сказал Иисус Христос, это для меня дай и аминь. От престола благодати течет река вечной жизни. И она течет, она постоянно проливается на эту землю. Мы ее можем ощущать, мы можем ей наполняться, мы можем в ней купаться, мы можем ее через себя пропускать, потому что это желание Бога. И мы можем быть абсолютно закрытыми для этого источника, мы можем ходить на другие источники, мы можем купаться в грязной воде, и там наслаждаться вот этими грязевыми источниками, и удивляться, почему я такой грязный, почему во мне столько грязи, почему мысли у меня постоянно какие-то грязные. Ну, не в том источнике, купаюсь. Аминь. Приди к хорошему источнику, храни свой источник, потому что это моя ответственность, это наша ответственность. Я ответственный за то, что приходит в мою голову. Я ответственный за то, что приходит в мое сердце. И смотрите, что говорит Иисус Христос. Давайте мы откроем Новый Завет. В Новом Завете, в Евангелии от Марка, Иисус Христос говорит очень уникальные слова, они универсальные. В 7 главе, с 18 стиха, сам Господь, наш Бог, Он говорит, Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящего человека не может осквернить Его? Вот это да. Почему я так говорю? Потому что вот в этих словах, которые Иисус сейчас произойдет, неужели вы не разумеете? Он говорит, это евреям, он говорит, это фарисеям, он говорит, это законникам, он говорит, это учителям Ветхого Завета, саддукеям, иродианам, кому, ну, просто те, которые очень тщательно старались исполнить Ветхий Завет, и они не касались ничего нечистого. Они соблюдали, вот эта пища кошерная, это не кошерная, это чистое, это нечистое. И тут приходит Иисус Христос и говорит, неужели не разумеете, что ничто, скажи ничто, это Иисус говорит, ничто, никакая пища вообще извне входящего человека, сюда входит и пища, и вода, все то, что человек может съесть или выпить. Извне входящего человека не может осквернить его. Представляете, да? Вот здесь, я в прошлый раз говорил о грязной воде, Иисус говорит, не может осквернить, потому что, что дальше? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. То есть, оказывается, человек очищает пищу. Когда пища проходит через него, человек срабатывает роль фильтра. Пища очистилась, вышла. И здесь Иисус Христос говорит далее. Далее сказал, исходящее из человека скверняет человека. Ибо из внутренней, и здесь Иисус повторяет, из сердца человеческого, в Ветхом Завете мы читали, более всего хранимого хранить сердце свое, из которого источник жизни. Здесь Иисус отвечает, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет, оскверняет человека. Не пища меня оскверняет, а те слова, которые я сказал. Аминь. И это говорит Иисус Христос. Его слова, да и аминь. Другие места говорят о том, что от избытка сердца говорят уста. О том, что то, чем твое сердце преисполнено, то в конечном итоге ты и будешь говорить. Но какое желание Иисуса? Бог говорит о том, что вот это у людей есть, но Бог пришел для того, чтобы изменить эту ситуацию. И в Евангелии от Иоанна говорит, опять же, Иисус Христос в седьмой главе то, что Он бы хотел, чтобы произошло с человеком. В Евангелии от Иоанна седьмая глава с 37 по 39 стихи. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что еще Иисус не был прославлен. Аминь. Желание Иисуса, то, для чего Он пришел на эту землю, открыть в нас тот мощный источник, который уже течет от престола благодати, но Иисус хочет, чтобы Он истекал из наших сердец. И вы знаете, на самом деле, апостол Павел писал про три уникальных правила. Первое правило, оно говорит, это написано в Каримпском послании, он говорит о том, что все вам позволительно, человек, все тебе позволительно, Бог ничего не запрещает. Слушайте меня, да? Все тебе позволительно, человек, но не все полезно. Это первое правило. И это правило, оно в основном касается телесных каких-то вещей, о том, что мы поняли, о том, что мне ничего не запрещено, я попробовал что-то, я понял, что пользы это мне никакой не принесло. Ну, алкоголь приносит пользу. Ну, первое время приятно, да, ну, там, какая-то эйфория, но потом, когда дозировка растет, ты начинаешь понимать о том, что это убивает меня, это разрушило уже мою семью, это вызывает во мне человеческую деградацию, я уже ничего не соображаю, ну, и так далее, и подобное. Человек, в конечном итоге, он просто, ну, просто, или ему надо остановиться, ну, верующий человек призван к тому, что если человек видит, что это не полезно, да, он останавливается, говорит, Господи, я понял, вот эта пища, она не полезна для меня, вот это питье для меня не полезно, я это прекращаю, это больше не войдет, больше в мое тело, в твой храм, который ты мне дал, просто отрекаюсь, аминь или аминь, все, второе правило, второе правило касается именно психического аспекта, нашей души.